Друзья, привет! Меня в комментариях постоянно спрашивают, почему я сижу в маске, да? Там же в комментариях люди просят, чтобы я ее снял. Ну как просят? Прям требуют, мол, ааа, боишься, прячешься под масочкой. Ну, те, кто давно смотрит мой канал, знают, что я раньше записывал, без маски для меня нет никакой проблемы показать свое лицо. Но, тем не менее, люди пишут, люди требуют, поэтому пора уже снимать маску, да? Хватит сидеть и прятаться за ней. В общем, здрасте, вот так вот я выгляжу без маски. Кто-то даже говорит, что я чем-то похож на Навального. Но, сами понимаете, да, быть похожим на Навального, это как-то не патриотично. Гораздо патриотичнее быть похожим на Путина, например. Вот совершенно другое дело. В общем, друзья, пранкеры, Лексус и Вован развели одного из журналистов Дождя. И вот этот журналист решил рассказать, как разводка выглядит глазами жертвы, как им его удалось облапошить. И даже в этом случае журналист Дождя умудрился наговорить какой-то херни. Помните, недавно были опубликованы разговоры Дмитрия Быкова и Бориса Акунина с фейковыми украинскими политиками? Я оказался вовлеченным в этот процесс разводки и хочу рассказать вам, как это было. Сейчас, друзья, будет инструкция, как облапошить журналистов Дождя. Вначале посмотрите короткий фрагмент, где я за 20 секунд превращаюсь в президента Украины. Люблю зимы твоей жестокой, недвижный воздух и мороз, бексанок вдоль невы широкой, девичьи лица ярче роз и блеск и шум и говор балов. Вау, просто вау. Вот уже где прогрессивный телеканал. Журналисты Дождя в 2024 году узнали, что такое дипфейк и даже чуть-чуть попробовали побаловаться с ним. Но вот он рассказывает, да, что можно заменять лица, можно голос копировать, но самый прикол будет чуть дальше. Значит, история эта началась так. Со мной связался некий Павел Прокопович. Вот скриншот его текстового сообщения. Михаил, доброго дня. Меня зовут Павел Прокопович. Я представляю украинскую международную платформу United24, основанную Владимиром Зеленским в 2022 году. Наша платформа проводит культурные и музыкальные мероприятия в Украине и по всему миру для того, чтобы привлечь внимание мировой общественности, а также чтобы собрать необходимые средства для нашей страны. Сейчас мы готовим новый проект, посвященный русскоязычным артистам, которые не побоялись выступить против этой страны и поддержали Украину в ее борьбе за территориальную целостность и независимость. Первоначально мы планируем медиа-активности с артистами, выступления в Украине и встречу с президентом. Средства у нас идут на восстановление. Поэтому мы хотели бы обсудить возможность сотрудничества с вами в этом контексте, если, конечно, было бы интересно. Вот как усыпить бдительность так называемой либеральной тусовки. Начинаешь их поглаживать, подхваливать, рассказывать о том, что это проект самого Владимира Ясно-Солнышко. И даже если они начинают что-то подозревать, устоять не могут. Вот что я ответил. Павел, здравствуйте. Очень рад такому проекту. Это будет важно для многих. Простите мне чрезмерную осторожность. Пришлите, пожалуйста, какие-то свидетельства, что именно вы этим занимаетесь. Я в нынешнем статусе ожидаю любых провокаций. Спасибо за понимание. Ответ этого Прокоповича. Я понимаю. Могу вам продублировать запрос на e-mail, а также организовать видео-встречу с руководством Офиса Президента. Также можно проверить аутентификацию у Бориса Акунина. Мы с ним поддерживаем связь, и он также участвует в проекте. Как же круто они сделали. Сначала втерлись в доверие к одному, а потом, ссылаясь на него, уже подтверждают свою аутентификацию. Но дальше еще круче. Я поговорил с Григорием Шалвовичем. Он заверил меня, что это настоящие украинцы, а не розыгрыш. Дальше я согласился на разговор с главой Офиса Президента Украины Андреем Ермаком. Какое-то время ушло на согласование даты и времени разговора. В назначенное время мне прислали ссылку на Zoom, и я зашел в эту видеоконференцию. Перед этим я посмотрел несколько видео, как говорит Андрей Ермак, как он звучит, как выглядит. Передо мной сидел Андрей Ермак. Мы говорили минут сорок. И ни разу за время разговора у меня не возникло подозрений, что это подстава. Если это не круто, то что тогда вообще круто? Вначале они втираются в доверие к одному, через него выходят на второго, втираются уже к нему в доверие. Беседуют с ним, тот вообще ничего не понимает, да? И уже через второго выходят на третьего, четвертого. Вот тут уже без иронии. Вау. Просто вау. Мы продолжали переписку с этим Ермаком. Вот пара скриншотов. Я помог им связаться с Димой Быковым и с Андреем Макаревичем. Макаревич поговорил с президентом Зеленским. Отказался от всех предложений приехать в Киев и выступить. А чего отказался? Это знаете, мы, ребята, с вами, но на расстоянии. Если хотите послушать наши песни, ну так это можно сделать и дистанционно. Так что, ребята, держитесь там. Но мы побудем тут. И так же, как я, ничего не заподозрил. Быков сразу после разговора написал мне про Ермака. Он, конечно, феноменальный человек, но даже проговорив с ним полчаса в видеочате, я не уверен, что он не Лексус и Вован. Получается, они ждали подставу, но все равно не удержались. Да и как тут удержишься, если ты либерал? Ведь там можно поговорить с самим Зеленским, с самим Ермаком. Вот как? Вот как можно себе в этом отказать? Дима как в воду глядел. Цепочка этих разводок прервалась, когда дело дошло до Чулпана. У нее оказался телефон настоящего Ермака. И выяснилось, что тот вообще не в курсе этих розыгрышей и не имеет к ним никакого отношения. Только вот это выяснилось уже после разговора. И вот этот Чушпан, точнее вот этот Чулпан успела поговорить с пранкерами. И успела наговорить лишнего. Как и вся вот эта тусовка. Там, если послушать, что они говорят, просто на голову не налазит. Это не либералы, это какие-то звери-маньяки. И в любой, в любой западной стране за такие слова их бы давным-давно отменили. Но не у нас. У нас культура отмены действует избирательно. Так вот, даже то, что вот этот Чулпан, видимо, вась-вась там с Ермаком, да, личный номер у нее есть. И это даже не уберегло от того, чтобы пообщаться вместо Ермака с пранкерами. Ну а вскоре пранкеры смонтировали на основе этих разводок целое ток-шоу и начали их публиковать. Сначала вышла передача с несчастным мальчиком по кличке Шарлот. Потом была смонтирована программа с Надей Толоконниковой. Потом вышли выпуски с Быковым и Акуниным. Мне еще нравится, как он говорит, что это розыгрыши. Представляете, ребят разыграли. И обходит стороной то, о чем они говорили в этих розыгрышах. А они там признали, что обманывают своих же сторонников. Что тихонько, украдкой пытаются навредить России, русским. И это не простые, чувствительные либералы-релаканты, которые уехали из-за войны. Это самые настоящие, махровые русофобы, которые ненавидят все русское и все, что вообще связано с русским. Вот это он как бы не упоминает, да? Зато рассказывает о том, что розыгрыши. И ребят разыграли, а те и смонтировали передачку какую-то. Самое удивительное, как никто из жертв розыгрышей не распознал, что с ними разговаривает подставное лицо с помощью технологии дипфейк. Вот фрагмент разговора фейкового Зеленского с певицей Наргиз. Что? Это же Макс Камикадзе. То есть он полчаса рассказывал, как их обманули с помощью дипфейка. И потом по итогу показал Макса Камикадзе. Макс Камикадзе это не дипфейк. Это просто человек, который внешне напоминает Зеленского. Его еще там подгримировывают. Вот тебе пожалуйста. Причем тут дипфейки? Блин, какие же они нелепые. Вот что бы они не начали обсуждать, все превращается в какой-то гребаный абсурд. Стоял, полчаса рассказывал, как их с помощью дипфейка обманули. И хлоп, Макс Камикадзе. Ха-ха, жесть. А вообще это видео, наверное, лучшая реклама Вавана и Лексуса. Знаете, пойду-ка я посмотрю. Я хоть и смотрел уже все эти пранки, но после такой рекламы надо их будет пересмотреть. Может быть даже, кстати, на Бусти. Посмотрим, покомментируем, обсудим. Дальше он начал рассказывать о том, как делаются дипфейки. Там на лице, представляете, точечки такие есть. Захватывается экран и прочую вот эту старческую муть. Когда, знаете, два старика каких-нибудь 80-летних увидели новенький смартфон. И как вот этим пользоваться? Вот примерно так же они обсуждали дипфейки. Мол, вау, это такая технология, какая-то космическая. И скоро можно будет по щелчку пальца делать дипфейки. Только их уже можно давно делать по щелчку пальца. Ну, ладно, это уже не интересно. В общем, друзья, что думаете? Пишите в комментариях. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, подписывайтесь на телеграм-канал. Ну, и если хотите поддержать меня финансово и получить доступ к дополнительному контенту, то можете подписаться на Бусти. Буду рад вас там видеть. До скорого! Субтитры сделал DimaTorzok